Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, Греша. Номер 589. События дня. Иаков 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей за 24 июля 2017 года. Встаем в 4.40. Мне приходится пораньше вставать, чтобы успеть. Поправиться тут с интернетом. В 6 завтрак. Это график установил нам бульдозерист. И возит нас Роман. Вчера, правда, машину у него сломал. Сейчас это руль там и так. Сергей приезжал или на Сергеевой машине. Заправка нужна целый день. В степи. И что интересно, не закончено еще второй мостик. Высокая насыпь, много работы. И появляется первая машина проехать по этой трассе. Оказалось, тот начальник, который снабжает горючим. Это интересно. Ну, а вечером за нами приехали, когда тоже надо поближе подойти. Я там насобирал корни солодки. Ну, и Роман за рулем сказал Никите, что приехал с палаткой. И все это сделано. Привез ее со мной в видеоаппарат. Я все там записываю. И вчера мы увидели прорыв малой воды на канале, где там преграду ставили, поднимая уровень. В прошлом году этот ром был сухой. И нельзя было определить, какой уровень вообще в соединительном канале. И на втором мостике сухо, еще нету. А сейчас выровняло и видно где. И воды много. Да, там 3,5 метра глубина. А может даже и побольше где-то, не знаю. 2,5. И вот здесь нужно было думать дальше, что как поднимать. Нет, она уже, вода пошла, заходит на первый мостик и уже пошла через дорогу. А дорогу-то не размывает. То есть забились практически то, что хотели. Но я попросил бульдозериста проехать туда, этот край. Высоко он, наверное, метр-то на полтора выше воды. Берег, он его сдвинул и перекрыл. Прям быстро перекрыл. Я теперь не знаю, насколько это полезно будет. Осенью то лист разблокировать надо. Иначе, если высоко уровень наберется, а земля не слежала, размоет водой. Ну, не знаешь. И никто не знает. Приехал начальник, говорит, который заправляет горючим-то. И он говорит, у них там так же с прудами. И как лед закостенеет, снег, а вода идет поверх. Поверх она не идет, куда надо нам, а идет туда, куда ей. Удобнее бы не заворачивать в разные каналы, а прямо через платинуды и пошла. И вот событие. Я с палаткой возился. Какая палатка? На каком уровне? И как сделать? Сделал, наконец, такое, что по-пластунски заползать только можно. И одновременно спасает и от жары отдохнуть можно. И от паутов, и от комаров, и от мошки. И от дождя. Вот. Нашел, наконец, какой вариант оптимальный. Палатка должна быть не более полметра высотой, а по краям, куда опускается, 5 сантиметров. Не выше, не ниже, желательно. Это тоже практика. Ну вот, события. Ничего не знаем. Нигде не заглядывая, времени нет. И приезжаем, только уже темняется. В полдевятого там заканчиваем. В девять домой привезут. Ну, тут понятно, 9 часов сейчас это уже все. Надо еще тут у меня кошку-то собаке наповедили. Каждый день лечим, мажем сметаной, а собака зализает языком. И что интересно, ни одно лекарство не давало такого эффекта. То есть она стала есть, подниматься, стала ходить, еще толком не может. Совсем новинка открывается. Дальше тут. Сегодня ехать Романов в город надо. Вчера подготавливался. И кто там за нами приедет, тоже надо знать. Вот. И показать наши ресурсы. События все сконцентрированы на работе. Я там лежал, ходил босыми ногами, лежал после дождя, сам весь мокрый был и закашлял. Бронхи-то никакие. И попросил, наверное, скипятить молоко коровье. И туда нарезать и бросить корни солодки. И выпил только там, ну сколько, кружка одна там, меньше пол-литра, наверное, было. И сразу почувствовал, перестал кашлять. Прямо сразу же. Ну эти интересные действия. Проходит мое время, а уже это забыто, что я кашлять начал. Пошел никогда тут, ну сколько тут в этом месте, на втором мостике-то. Ну минимум 26 лет никто, я не купался. И скупался один. Больдзерис работает, я вижу его. Вот такое дело. Ну наши ресурсы показать. Какие есть. Вот первое, значит, это мой мир. Вот я в шапке. Другой там есть еще, но... Там с голубем. Это сюда я переношу. Все, которые уже поставлены были, события дня. Что Макаре. Вот так. Ну, идет помаленьку. Показать дальше наш форум. Заходите на него. Большой, очень большой форум. Тысяча шестьсот тем. Вот. Ну и канал. Канал. Только вот поставил сегодня опять десять роликов. Надежда Васильевна ведет занятие. Девять просмотров. Вот игра в башню Галендухина. Это одиннадцать просмотров. Выбор места для поселения. Тридцать восемь. Вот кого интересует. А вот исцеление кровоточивой женщины. Недного просмотра. Нет за сорок две минуты. Вот. Людям что нравится. Теперь я это убираю. События дня. А еще не показал. Библейский православный сайт. Вопросы и ответы. Внутренний мир человека. Прочитать хотя бы одно. Вопрос 915. Третий том. Открытым оком. Что значит духовное рабство и духовная свобода? Ответ. А платком рабстве люди все-таки имеют представление. Свобода включает в себя финансовый переезд. Выражает мысль устно в печати. Иметь доступ к образованию и религии. Быть свободным от принуждения служить в армии. Воевать и многое другое. В духовном плане все тоньше и хитрее. И намного уже. Речь касается души. А у души только два направления. Вверх и вниз. То есть в рай или в ад. Направо или налево. Свобода в человека заложена при его творении по образу Божию. То есть это я даю ответы за кафедры в университете. Ну, я и знаю всех, которые там дают, выступают, профессора. Они никогда по Слову Божию это не отвечают. А вот так. Бытие 1.26. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Дух Святой призывает каждого определиться. То есть не когда-то, а именно сегодня мы должны узнать, куда мы идем. Матфея 11.28. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас». Второзаконие 30 глава 19 стих. «Восвидетели перед вами, призывая сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Придча 18.22. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». «Наша плотская свобода и плотское рабство не играют совершенно никакой роли, как говорит нам Священное Писание». Вот интересно. 1 Коринфянам 7.22. «Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, а равно и призванный свободным, есть раб Христов». Духовная свобода определяется только Духом Святым и Словом Божиим. Если у человека нет навыка, и он доверяется собственному разуму, он делается рабом собственных идей, мыслей, утверждений. Профессор Марцинковский Владимир Филимонович, сидя в Ленинской тюрьме, говорил «Со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьма». Человек, рожденный в духовном рабстве, может прожить всю жизнь, умереть в нем, даже не догадываясь, что есть свобода. Это свобода от блуждания ума, свобода от греха. Любое материалистическое учение, коммунистическое или нацистское, есть рабство. Все такие учения преследуют исследователи Библии. Мы, православные, тоже являемся заложниками того, что было принято в 988 году при крещении Руси, так называемой византийщины. Мы не свободны исправить то, что не соответствует Евангелию. Мы связаны многими неевангельскими канонами, как, например, старообряд со Стоглавым Собором, утверждающим, что Христос благословлял двумя перстами. И никакие доводы Библии, ни здравый смысл, ничто не помогает. А образец свободы во Христе – это служение апостола Павла. Первое послание к Коринфянам, 9 глава 19 по 27 стих. Это просчитать придется. «Ибо будущее свободен от всех я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждые закона, не будучи чуждой закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых законов. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастниками его. Не знаете ли, что бегущие на Ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники, воздержанные от всего, те для получения венца тленного, мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедая другим, самому не остаться недостойным. Апостол Павел свободно манипулировал и формой поклонения, и своим языком, и всей обрядностью, чтобы только принести пользу для церкви. Он воевал против обрезания. Об этом мы считаем Галатам. Пятая глава, второй стих. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. 5-6 Галатам. Ибо во Христе Иисусе не имеет сил ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Галатам 6, 12. Желающие хвалиться по плоти, принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Галатам 6, 15. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезания, ни необрезания, а новая тварь. Филиппийцам 3, 3. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом. И не на плоть надеющиеся. Колоссиам 2, 11. В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Колоссиам 3, 11. Где нет ни еленой, ни уйдей, ни обрезания, ни необрезания. Варвара, скипа, раба, свободного. Но все и во всем Христос. Но когда того потребовало обстоятельства, для того, чтобы его гонители и евреи могли обратиться, он обрезает Тимофея, приносит его, как Авраам Исаака, в жертву. И, о чудо, тот не сопротивляется, ученик достоин своего учителя. Деяние, 16 глава, 3 стих. «Его пожелал Павел взять с собой, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. И все это он делал по заповеди Христова, из любви ко Христу, ради Евангелия». 1 Коринфянам 9, 23. Вот я сказал слово, и сразу отсылаю не к авторитету своего слова, а Божьим. 1 Коринфянам 9, 23. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастниками его, быть соучастниками Евангелия. Попробуй найти хотя бы одного священника у православных, новообрядцев, старообрядцев, который сказал бы, я смиряюсь ради Евангелия. Я отказываюсь от своего утверждения, потому что этого нет в Евангелии. Для апостола Павла Евангелия как друг, товарищ, и он боится обидеть, потерять расположение его. Вот на этом пункте, на этом стихе, если бы мы любили Христа и Евангелии, мы могли бы объединиться все уже сегодня. Весь экуминизм утвержден в одном стихе. Это и есть подлинная духовная свобода, а все остальное есть духовное рабство». Короткие события, больше-то тут что сказать. Мы работаем. Сейчас я собираю, сразу беру себе плащ-палатки две, две клеенки с собой. Ну, что требуется-то? Все там у меня заготовлено. Шофер берет, там забыл. Или что, масло. Послали за ним. Так. Вот на этом как бы и все. Вот. Вот. Чтобы им все уничтожить.